Успенский собор был построен в 1497 году. Своими размерами он превосходил не только северные храмы тех лет, но и московские. Так всем туристам и рассказывают экскурсоводы. За свои размеры Успенский собор получил еще одно название – Великий. А ведь строили его каких-то пять месяцев всего. И было это полтысячелетия назад. Полтысячелетия реставрационных работ в комплексе здесь не проводилось. Лишь по экстренной необходимости латали дыры. Рамы изготовлены все из дуба. С настоящими стеклопакетами, но сделаны все по старому образцу. Настоящие рамы древние уже не подлежали реставрации. Эту труху выкинули с мусором еще в советские времена. Ставят теперь дубовые. Но первым этапом, наконец-то, комплексной реставрации Успенского собора стал теплый пол. Пол с подогревом сделали и теперь без прежнего содрогания. Хранители подходят к датчикам влажности и температуры. Вот сегодня влажность 80%. Такая и фрески, и сами древние стены не убьет. Успенский собор очень долгое время жил без какого-либо подогрева. Поэтому можно сказать, что и кирпич, и живопись привыкли к условиям повышенной влажности. Поэтому вот такой пограничный показатель даже более полезен, чем ежели бы здесь было сейчас 50 или 40%. Собор еще долго предстоит приводить в чувство. Влажность снижают постепенно. На это работает и реставрация фундамента, которая вот только началась. Булыжные валуны, нетрепетные фрески. Своего часа долго ждали. В свое время, когда они собирались, была выкопана траншея, они укладывались сюда. Между ними прокладывалась известь. На сегодняшний день как бы все вымывается, так как грунтовая вода подмывает весь фундамент. Вымывается, начинает появляться трещина на этом, на соборе на самом. Реставраторы вычищают грунт и ручным инъектором, таким строительным шприцем. Делают фундамент около цемента. Раствор закачивают между валунами. Одновременно работают каменщики, восстанавливают кладку. И советскую цементную штукатурку долой. В старину на извести делали раствор мастера. По крепости он не уступает современным. Кирпич приедет, гниет, не дышит. И все это отбили, весь цемент. И сейчас будем делать настоящую обмазку. Строительная леса под центральным барабаном Успенского собора. Его реставрация была одним из первых и самых важных этапов. Дело в том, что влажный ветер с озера насыщал кирпич влагой. Кирпич рушился и отслаивалась штукатурка с ценнейшими росписями. Отслаивалась от кирпичной кладки. Отреставрированный барабан для росписи уже готов. Только восстановление фресок займет годы. А вот архитектурную реставрацию собора планируют закончить уже в следующем году. И если полтысячелетия назад само строительство Успенского собора по тем ценам обошлось в 250 рублей, то реставрация стоит миллионы. Юлия Махова, Максим Тышковец. Новости Вологда.